Привет, я Влад Широк. Сегодня я проснулся с отличными светлыми мыслями. Я подумал о том, что как нехорошо. Я подумал, как хорошо на улице. Я подумал, что тепло и свежо. Сегодня я проснулся с отличными светлыми мыслями. Такое ощущение, я снова живой. Такое ощущение, что я нужен кому-то, что сделаю чудо, что сделаю то, что не делал никто. Сегодня я проснулся с отличными светлыми мыслями. Возможно, мне хочется жить, любить. Возможно, страдать, ненавидеть, реветь до упора, но быть снова и снова живым. Я вот такой думаю, почему, собственно, люди встречаются, люди уходят друг от друга, уходят, возможно, какие-то расставания, какая-то грусть возникает в их жизни. И почему это, собственно, происходит? Наверное, самая важная причина, почему происходят какие-то расставания, курьезы, скорее из-за того, что люди постоянно тянут на себя одеяло. Люди хотят делать из людей такими тряпичными марионетками. Люди даже не думают, что человек тоже чувствует определенные вещи, в принципе. А потом грубо обижаются на него, получаются какие-то разрывы. Не знаю. Человек очень многогранен сам по себе. В принципе, и принимать нельзя. Нельзя, и не должна быть привычка, но она постоянно возникает. Она возникает даже после каких-то месячных отношений. И всегда больно. Снова и снова ты испытываешь боль, ты испытываешь какую-то утрату, как будто это самый родной человек. Потому что мы часто обманываем друг друга. Часто в отношениях говорят, что ты моя родная, или ты мой родной. Ты тот, которого я хотела всю жизнь. Это самое великое заблуждение, которое есть на свете. Мы никому не принадлежим. И никто никому не принадлежит нам. И никто не принадлежит нам. Мы рождены свободными. Частями, конечно. Иногда мы рождены в каких-то оковах. Но из этих оков нужно выходить. Нужно не бояться ничего нового. Да вообще смысл чего-то бояться, если у тебя всего лишь одна жизнь, она настолько быстротечна, что ты даже не понимаешь, будешь ты завтра жив или нет. Мне кажется, это и прекрасно. Якобы она побуждает ценить жизнь. Но на самом деле, конечно, люди не ценят те моменты, которые у них есть. Не ценят момент. Наверное, из-за этого мне очень нравилось и симпатизирует до сих пор фотография. Потому что она запечатляет один момент, который буквально через секунду уже неповторим. И ты никогда не сможешь сделать один и тот же кадр так же, одинаково. Он будет немного другой. И так же в жизни. Ты не можешь повторить ту секунду или те отношения, которые у тебя были, ту влюблённость. Люди всё разные. Возможно, ты можешь строить под какой-то стереотип всех людей. Но это всё тщетно. Не знаю. Нужно просто доверять какому-то сердцу, своему уму. Возможно, вы разочаруетесь. Но не стоит этого бояться. Мне кажется, в этом даже есть какая-то прекрасная нотка. Нотка вкусного вина. Главное не вестись, наверное, на слишком сладкие речи. Не знаю, с годами я понял, что какие-то похвалы или слова о вечной любви, там, ты мой родной, ты самый лучший, это абсолютная ложь. Но осуждать за эту ложь, в принципе, я не вправе. Но и воспринимать её близко к сердцу тоже не стоит, потому что она абсолютная ложь. Люди всегда хотят... хотят как-то построить свою жизнь и не думают о жизни других. Это может быть и на работе, это может быть и в отношениях. Мы эгоисты. Эгоист я и вы. Как бы мы не хотели думать о других, мы думаем о себе. Мы думаем о себе, часто за это страдаем, думаем, какой же я скотина. Но это всё бессмысленно. Вообще страдания и переживания настолько бессмысленны, что даже представить невозможно. Это, знаете, когда вы едете на мотоцикле 100 км в час. Вы же не думаете, что было там секунду назад, что вы проехали какую-то машину или ещё что-то. Вы устремляетесь только вперёд, и скорость вас несёт настолько, что некогда оглядываться назад на какие-то пережитки прошлого, ностальгию и прочее. Так же и в нашей жизни. Каждая секунда, время тикает, время тикает, и каждая секунда неповторима, каждый час уже не вернуть, каждый год прожитый. вы не становитесь лучше. Нужно, наверное, это понимать, как-то давать себе отчёт, выбирать лучше людей, которые будут вас окружать. Неважно, друзья это, или девушки, или парень. Нужно просто быть настоящим. Наверное, самое важное в жизни это услышать самого себя и не давать людям это изменить. Потому что часто в отношениях мы лепим пластилин, или из нас лепят пластилин. Но это всё бессмысленно. Даже те люди, которые говорят о принимании таким, каким есть, это абсолютная ложь. Потому что никому не нравится честность. Как бы мы это ни хотели. Если говорить людям только честность, то они не будут с тобой разговаривать. Если говорить только честно, ты будешь один. Возможно, это неплохо, это здорово, но можно загнаться, можно думать, ой, почему же я один? Вновь, или нотки такого страдания. Мне кажется, это абсолютно бессмысленно и глупо. И парадоксально в то же время, потому что жизнь несётся. Жизнь несётся. И за жизнь слишком много воды утекает. Много шума, много фраз. Если даже только представить, вот если только представить, сколько людей говорят нам за жизнь, определённый промежуток времени, месяц, каких-то ненужных фраз, вкинутых, то можно просто сойти с ума. С годами ты учишься не воспринимать шум, не воспринимать похвалу, либо какое-то оскорбление. человек, который оскорбляет, он зажатый в себе человек. И в принципе, он недоволен своей жизнью. Потому что если ты доволен своей жизнью, то тебе абсолютно не до оскорбления другого. Ты живёшь, радуешься солнцу, каким-то маленьким мелочам. Тебе просто хорошо. Тебе приятно просыпаться, как мне сегодня. Ты понимаешь, что ты свободен. Ты понимаешь, что ты можешь передать этому миру что-то большее, чем пустота. Нужно просто меньше лениться. Нужно просто меньше лениться. И цепляться за людей. Это, наверное, единственный выход быть свободным и пройти эту жизнь с достоинством до конца. В принципе. Постоянная тяга к искусству куда-то меня несёт. Я очень рад этому. И мне кажется, это очень здорово, когда ты стремишься, когда ты получаешь вдохновение. Вот когда я записываю ролик, я отдыхаю в Литварион и получаю много вдохновения. Какая-то жизненная энергия, она как будто из земли выходит, и ты становишься каким-то на минуту счастливым. Это как обнять любимого человека. Вот так, мне кажется, должно и быть, в принципе. Нельзя стесняться спросить у людей, если у тебя есть какие-то вопросы. Мы живём в социуме. Должен быть какой-то коннект. Мы же не просто так живём, не по одиночке, а в скоплении людей. Для этого и нужен коннект. Мы должны помогать даже словесно, какими-то советами друг другу. но, к сожалению, не у всех на это есть время. За это винить тоже нельзя. Если человек хочет помочь, пускай помогает. Взамен он не должен просить ничего. Я как-то странно отношусь, знаете, к подаркам, к каким-то определённым праздникам, придуманным, и, в принципе, что вот сегодня должен быть день такой, ты должен подарить цветы, или она должна что-то подарить тебе. Мне кажется, это не совсем верно, потому что мы никому никогда не должны. Ни в чём. Никому. Мне кажется, это самый важный урок, который я получил в жизни. Да и, собственно, я стараюсь идти по жизни так, что никому ничего не должен. Это очень огорчает людей. Неважно, где, в отношениях, или просто в какой-то работе. Но это и есть смысл. Так вы никогда не потеряете себя. Вы не потеряете эту иллюзию свободы, которая вас будет нести к каким-то обалденным и потрясающим перспективам. Вы никому ничего не должны. Что может быть и звучать слаще? Я никому ничего не должен. Можно, кстати, повторять это каждый день, но главное не стать мудаком, наверное. Не знаю, сегодня прекрасный день, прекрасная погода, наконец-то жарко. И очень много-много причин радости. Радости, что ты живой, что у тебя в жизни всё так, как ты, в принципе, и хотел. Ты даже радуешься, что ты, возможно, не в отношениях, возможно, один. Возможно. Но на самом деле это так. И тебе радостно быть одному, ты свободен. Мы уходим тоже одни. так что не цепляйтесь за людей, не слушайте похвалы, не воспринимайте её всерьёз. мечтайте. Мечтайте. Мечтайте и старайтесь делать что-то для своей мечты. Один раз мне как-то сказали такую заезженную фразу. Каждый день ты должен просыпаться и думать, что ты сделал какой-то шаг для своей мечты. Как бы она ни была заезженная, но она справедлива. Потому что иначе у тебя день сурка, абсолютная рутина, ты живёшь не своей жизнью, ты живёшь для кого-то. Для кого-то не для того, кто ценит, самое обидное, наверное, а для того, кто использует. Часто использует это и в работе, и в отношениях. Поэтому лучше сразу пресекать такие моменты. В принципе. Желаем вам быть свободными, мечтать, делать. Возможно, если вы творческий человек, заниматься творчеством. Я, конечно, глубоко надеюсь, что данное видео хоть как-то поможет вам в вашей жизни. Возможно, вы улыбнётесь. Возможно, вы начнёте делать что-то хорошее. Но это лишь мои надежды. Всё зависит от вас. Спасибо. Подписывайтесь на канал. Пока.